Вчера была невыносимая жара, а уже сегодня льет дождь. Погода по-прежнему остается верна себе, и многие уже привыкли к ее непредсказуемости. Но для тех, кто остался без крыши в собственном доме, ливень становится настоящим стихийным бедствием. Общежитие Чебоксарского музыкального училища имени Павлова полностью затопило. Кто виноват, выясняли наши коллеги. Как поется в песне, главнее всего погода в доме. Но что делать, если она совпадает с той, что на улице? Жильцам общежития пока остается спасаться подручными средствами и в буквальном смысле ходить под зонтом. Десятки людей пытаются спасти свое имущество, но безрезультатно. Вода везде. Уже никакой подручный инвентарь не может сдержать бесконечные потоки. Вместе с ними теперь льются и слезы. Даже кастрюли не хватает, чтобы вот это все сделать. У нас все новое было, и все эти человек посмотрите наверху. Чарики стоят, кастрюли стоят. Даже телевизор мы закрыли, лишь бы вот это все не было. Все мокрое абсолютно, все испорченное. Работы по замене кровли начались в начале июня. Все шло по плану, и, конечно, жители дома ждали совсем другого результата. Но в считанные часы дом промок как губка. Я поднялась на пятый этаж, посмотрела вот сюда. Я просто была в полном ужасе. Хоть куда беги, все уже поздно, уже все пролилось у нас на четвертом этаже. Среди жителей общежития нашелся и строитель. У него свое мнение насчет технологии ремонта кровли крыши. Строительные работы, естественно, так не ведутся. Это всем понятно. Всю крышу никогда не разбирают. По частям делается. Квадратов 200 открыл, квадратов 200 перекрыл. Хотя бы там 150 перекрыл, 50 остается. Это ничего страшного. Плюнку можно натянут, правильно, когда дождь пойдет. А это все полностью гектар тут сняли. Представитель подрядной организации ООО «Мира» утверждает, что технология не нарушена. А причина в том, что подвел поставщик необходимых материалов. И капризная погода. Рабочие не успели закрыть крышу. Впрочем, ответственности с себя подрядчик не снимает. В ближайшее время мы все восстановим. Электричество включим. Высушим все, что возможно. Чтобы жильцам было комфортно, уютно. Не было влаги. Мы возместим ущерб жильцам, причиненный погодными условиями. Контракт на проведение ремонта крыши, фасадов и крыльца был заключен по итогам аукциона. Все было сделано в соответствии с законодательством. Здесь не сработала, видимо, уже конкретно техническая служба самой этой компании. Они в любом случае обещали, что сегодня все должно быть накрытое. Жители в любом случае должны понять о том, что то, какой нанесен им будет ущерб, он будет возмещен. Это однозначно. Захотят они уже сейчас переселяться, не захотят. Это уже вторично. В качестве варианта жильцам, пострадавшим от ливневого дождя, предлагают комнаты, расположенные на нижних этажах здания. В них они смогут пережить последствия вседомового потопа. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.